Приветствую вас, Мария. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете, и постараемся найти ответы на те запросы, которые вы в своем тексте озвучиваете. И постараемся раскрыть немножечко те проблемы, которые вы обозначаете. Также, в общем-то, в своем тексте. Итак, вы пишите, что мне 26 лет, я очень закрытый и мнительный человек. Ну, я не могу здесь не спросить у вас о том, как вы сами думаете, как вы сами считаете. Что значит, что вы закрытый и мнительный человек? Я думаю, что подобного рода характеристика не является сколько-нибудь исчерпывающей. Я думаю, что подобного рода характеристика является достаточно поверхностной, потому что закрытость человека может быть разной, как, в принципе, разной может быть и мнительность. Самое главное, на что нужно обратить, на мой взгляд, ваше внимание, это то, что действительно вы можете быть закрытым человеком, вы можете быть мнительным человеком. обратно в том, хотите ли вы быть другой, и считаете ли вы то, что вы закрыты и мнительны в проблемы? Дальше. Сложно сходить с людьми, и мне сложно построить отношения. Опять же. Что значит сложно? То есть вы сходитесь, и с какими людьми? Я думаю, что если сходиться с людьми определенным образом, то сложно будет, в принципе, кому угодно. Вне зависимости от того, какой это человек. И если люди сходятся по, там, определенным причинам, да, допустим, если люди сходятся по увлечениям, по интересам, или люди сходятся по каким-то случайным, вещам, то сложность их взаимодействия практически определена на сто процентов, потому что этих людей ничего не связывают друг с другом. То есть вопрос заключается в том, насколько вы полно видите свой ресурс, насколько вы их способны реализовать свой ресурс. Ну, чтобы, как раз таки, сойтись с нужным человеком. Для чего вы сходитесь с людьми? Ну, в принципе, какая цель? Как вы сходитесь с людьми? Это тоже такой достаточно серьезный момент, потому что он определяет основные характеристики вашего контакта. Человек. Дальше идем. Пересилай болезнь на расставание с парнем, с которым пять лет вместе жили. Ну, здесь, как и, в принципе, сказал мой коллега уже, Кудрышев Игорь Леонидович, здесь крайне-крайне важно понять и вообще помочь вам прожить эту ситуацию с расставанием, потому что это, безусловно, правда, вот, то, что вы расстались с парнем, вы привыкли, вне всякого сомнения, вы привыкли. Привычка, она, как бы, есть, ее отрицать было бы нечестно. Вот по этому парнем. На мой взгляд, очень важно разобрать этот момент, то есть, чтобы вот, ну, чтобы вас не беспокоило, чтобы на вас это не влияло. Потому что, если на вас это будет влиять, то отношения построить вам будут достаточно сложно новые. Ну и, опять же, как сказал мой коллега, вы сами, в какой-то степени, приложили руку к тому, чтобы расстаться. То есть, некоторые ваши, именно ваши действия привели к тому, что вы расстались. И нужно понимать, что именно. То есть, нужно понимать, что дело-то не только в мужчине, но и в вас тоже. Поэтому, это один момент. Второй момент заключается в том, с чем связано именно болезненность того, что вы расстались. То есть, с чем для вас это было болезненно? С чем связано именно вот то, что для вас это было это, это болезненно? Это очень важно. Очень важный этот, ну, этот момент очень важный. чтобы его разобрать так необходимо, да, потому что болезненность это то, что вас задевает, болезненность это то, что вам неприятно, болезненность это то, что вам тяжело, ну и в целом болезненность это определенно ваша, можно сказать, проблематика, вот, которая, собственно, является объектом для психотерапии. Дальше. Через два месяца познакомилась с парнем в клубе. Ну, здесь у вас начинается, вот, с этого места, в тексте начинаются некоторые противоречия, как мне кажется, потому что, ну, во-первых, закрытый, мнительный человек в клубе знакомство с парнем, это несколько странно. То есть, нет, нет, поймите, правильно, но не то, чтобы я вам не верил, нет, я верю вам, я верю, верю в то, что вы говорите, я не говорю, что вы тумануете, просто посидите сам, закрытый, мнительный человек в клубе знакомится с парнем и после этого с этим парнем хочет серьезных отношений. В какой-то степени? Это не очень парадоксально. Ты, понимаете, серьезные отношения с парнем и в клубе? Это, это немножечко, мягко говоря, не соответствует, то есть цели, не соответствует задачам, не соответствует поведение, не соответствует средствам. Итак, через два месяца в клубе я познакомился с парнем, пишите вы. Что здесь можно сказать? В первую очередь то, что это больше похоже на компенсацию, похоже на то, что вы судорожно искали замену своему парню, которого вы потеряли. Ну, по ощущениям потеряли. Вот, вы искали замену, а, парню, и, собственно, вы ее, эту замену, ну, как бы, нашли. Вопрос, конечно, только, кто тут, а, какое, какое качество, именно качество, качество, это время. Вот это, пошелый, крайне важный аспект. Понимаете, понимаете, да, что я имею ввиду? Дальше. Ну, мне понравился с первого взгляда, в первый же день вылипатьсяевываясь. Это мне не свойственно, но менял с телефоном. Ну, здесь, смотри, вы описываете, конечно, проявление страсти, нет всякого-всякого сомнения. Это проявление страсти, то, что вы описываете. То есть, страсть, это что такое? Это увлечение. Это состояние, при котором человеком полностью овладевает какое-то желание, какое-то стремление. Ну, тот факт, что вас это полностью захватило, само по себе, сам по себе этот факт не является сколько-нибудь негативным. Вообще-то он нормален. Людям свойственно увлекаться, людям свойственно, ну, как бы, испытывать определенную страсть. Вот, ну, нужно понимать, что в вашем случае, особенно после болезненного расположения с парнем, с которым вы встречались пять лет, особенно после того, как вы сказали, что вы закрытый имительный человек и сложно сходите с людьми. Здесь страсть выглядит как взрыв определенных ваших переживаний, которые до этого вам, значит, как-то зажимались. Либо это судорожное, судорожное стремление восполнить, вот, как раз, значит, то, что вы потеряли. И восполнить это вы хотите, как бы, ну, таким, это называется, клим-клином. Вот. Я бы здесь также указал бы на тот факт, что, по-видимому, самой, самой себе вам мало. То есть, эээ, у меня есть ощущение, что вы не увлекаетесь, эээ, сами ничем. То есть, ну, вот. Или, может быть, нет ничего такого, что было бы вам интересно прожить, вот, в качестве, ну, дела. Да, то есть, вот, чтобы у вас было дело, которым бы вы занимались, которым бы вы увлекались, ну, и так далее. Вот этого, вот, этого, по ощущениям, эээ, у вас нет. И, на мой взгляд, это, ну, достаточно серьезная проблематика, вот. На мой взгляд, это достаточно, эээ, серьезная проблема, если это так, в смысле вы, опять же, склонны растворяться в людях. Вот это, вот, основной момент, что, такое ощущение, что вы ищете, на кого бы вам опереть, ищите, эээ, как бы, кому бы примкнуть. Вот. И, у меня есть очень такое сильное, эээ, ощущение, что, как бы, вы боитесь, что вас бросят. Вот. Или боитесь одиночества. Вот. Или чувствуете себя какой-то неполной, без, эээ, ну, без отношений и так далее. Вот. Ну, и, конечно же, некие, такие, вот, очень неустойчивые, эээ, неустойчивые представления о себе. То есть, если человек что-то делает по отношению к вам, я думаю, что вы склонны воспринимать это на свой счет. Не исключено, что подобная позиция была взята как раз таки из родительской семьи. Очень часто такая позиция берется из родительской семьи, к сожалению. К моему большому, опять же, к сожалению. Дальше. Он мне понравился. Ну, вот, эээ, здесь и далее. Вы пишете, что помните о нем, вы пишете, что вкушаете по нему, вы пишете, что, ну, нуждаетесь по факту, что вы человеке. По сути, что вы говорите о том, что вы пишете в виде рэйде и, если вы знаете, что вы пишете о том, что вы пишете. Ваша, на что она нацелена, направлена и так далее. Давайте просто раскроем. Вы уже говорите о влюбленности, вот, соответственно, я тоже хотел бы спросить. Ага, на что она нацелена, направлена ваша влюбленность. Это тоже очень важный момент. Так, значит это не свойственно, отменяли телефон. Ну, вот понимаете, вы пишите, что это вам не свойственно, но такое ощущение, да, что вас это не смущает. Вас не смущает, что вам это не свойственно. Вас не смущает, что обычно вы так не делаете. Вас не смущает, что эти действия, ну, они как будто бы лихорадочные. И самое главное, то, что здесь ваши ожидания от, ну, реальности, скажем так, нескольких идеализируют. Я боюсь, что как раз за счет своей закрытости, за счет того, что вы, может быть, пребываете в своем внутреннем мире, вот, у вас идеализировано представление об окружающем мире. То есть окружающий мир вам воспринимается в какой-то степени слишком полярно, полярно, в рамках хорошего и плохого. Мне кажется, что вы в достаточной степени категоричны, чтобы от этой категоричности страдать, чтобы вам эта категоричность причиняла какую-то боль, чтобы вам эта категоричность причиняла какой-то, ну, негатив, да, чтобы причиняла какие-то трудности. Именно категоричность, соответственно, полимеры. Время от времени переписывались и так, 2 месяца, он меня звал с этим, только к себе, и меня это задевало, и я отказывалась. Чем вас это задевало? Опять же, да, здесь вот, как происходил процесс общения? Вы познакомились в клубе, вас мало чего общего. Через 2 месяца я решил, что все равно очень хочу его увидеть и согласилась приехать к нему. Здесь, опять же, у меня вопрос, вы согласились к нему приехать, потому что очень хотели его увидеть. Вот с чем связано это желание его увидеть? Очень хотел. Поймите, я не обвиняю вас ни в чем, я просто хотел бы, чтобы вы получили некоторую возможность разобраться в себе, чтобы вы получили некоторую возможность поисследовать какие-то аспекты себя, аспекты своих желаний, аспекты своих потребностей, вот. Понимаете, какая штука? Мне бы хотелось, чтобы это вы получили в качестве своей возможности, ну, в качестве возможностей. И в этом я вижу сейчас свою основную задачу, потому что совершенно очевидно, что какие-то глубинные проблемы в таком формате, в формате аудио ответа на ваш вопрос или просто публичного ответа на вопрос, ну, не решите, не решите, это совершенно очевидно. Значит, нужно подготовить определенную путь для дальнейшей вашей работы, если вы хотите, ну, или, по крайней мере, дать вам максимальное количество информации. Значит, то есть, опять же, странно, вас это вызывало, вы отказывались, два месяца прошло, вы решили, что хотите увидеть и приехали. То есть, что-то изменилось. Ну что, он рассчитывал на секс, но я ему отказал, и мы просто спали, спали вместо. Вот здесь тоже такой достаточно важный момент. Дело в том, что человек воспринимает вас определенным образом. как интимного партнера. Ну, собственно, при знакомствах в клубах так обычно и происходит. Я, опять же, не знаю, насколько, насколько для вас естественно быть в клубах, да? Вот. Как часто вы там и там бываете, вы говорите, что вам это не свойственно. Вот. Но тем не менее. Люди в клубах, как правило, знакомятся чисто для серьезных отношений в клубах не ищут. Просто потому что, опять же, есть такой немаловажный момент, что серьезные отношения каждый понимает по-своему. Вот. И для каждого человека серьезные отношения они свои. Вот. И очень, конечно, вот важный момент здесь заключается в том, что такое отношения. Ну, серьезные, я имею ввиду, серьезные, что такое отношения. Для вас, что такое серьезные отношения. Что, ну, что вы понимаете под серьезными отношениями. И для чего вы их выстраиваете. Это, на мой взгляд, очень важная история. Но здесь у вас, на мой взгляд, что-то меняется. Да? То есть, вот, и, ну, именно, именно вот, что-то меняет вашу позицию. И мне кажется, что это нужно разобрать, что именно изменилось. Дальше. После этого он стал очень инициативный, сам мне все время писал, взял меня к себе. И я решила, что у него ко мне тоже появились чувства. А, Мария, а вот на основании чего, на основании чего у человека могли бы появиться к вам чувства? Ну, вот, между вами должно быть что-то общее. У вас должно что-то объединять, у вас должно что-то связывать, вот. Просто, с чего бы у человека появились бы к вам чувства? У него. Вот. Понимаете, да? То есть, это вот то, как раз, о чем я говорю, что несколько идеализированное представление у вас о окружающем мире. Как мне кажется, конечно же. То есть, я не утверждаю этого наверняка, но в какой-то степени вы романсизируете. Ух ты, опять же, поймите правильно, у брамантика плохого ничего нет, но смотря где, смотря с кем и смотря в каком контексте это делать. Вот, например, важен случай, это вам вредит. Мы переспали, он больше не писал. Ну, это контекст знакомств с клубом. Я очень переживала, но писать первый не собирал. Вот. Понимаете, такое ощущение, что вы своим поведением демонстрируете, что недостойны вы серьезных отношений. Вот, такое ощущение, что вы это демонстрируете. То есть, типа, я расстался с парнем после пяти лет совместного проживания. Теперь я, ну, я имею в виду отношения. Вот. Теперь я докажу, что сверховные отношения не для меня. Теперь я докажу, что я устраиваю только такие вот отношения, что я буду одна, и так далее, и так далее, и так далее. Вот такое у меня ощущение высказывает. Потому что, ну, слишком уж здесь, эм, есть ощущение, что вы себя наказываете. Вот. И это ощущение, оно достаточно сильное, вот, в плане того, что, ну, здесь просто все очевидно. Мужчина даже не скрывал. Я очень переживала. Из-за чего? Из-за чего вы ожидали? Как вы это восприняли на его поведение? Через два месяца я все-таки решила написать, потому что все еще помнила и скучала. А что именно помнила? Почему именно вы скучала? Чего именно вам не хватало? Приглашила ему посмотреть на него кино, сразу же ответила, что приезжаю. С этого момента, после две недели, он меня опять сам не пишет. Мария, Мария, так, а он должен писать вам все? Почему? Почему? С чего будем писать вам самому? Ну, в какой смысле стать? Зачем ему писать самому? Если вы сами неплохо пишите ему, зачем ему писать самому? Просто, ну, какой в этом смысл, если вы и так все делаете за него сами, а вам такое ощущение, что это нужно для того, чтобы подтвердить свою ценность для человека. Так, ну так, это вопрос о том, что вы сомневаетесь в своей ценности. Так, у меня, так, он опять не пишет, я не знаю, как вести себя в данной ситуации. Как вести себя, чтобы что? У меня сложилось впечатление, что вы думаете, что вы в отношениях. На самом деле, нет. Отношений как таковых у вас нет. Мужчина просто, как бы, проводит с вами время. Да, у него может вне всякого-всякого сомнений возникнуть привязанность к вам. Это правда. Это все правда с процентов. Привязанность может быть. Но, вот, возникнет ли она эта привязанность? Будет ли она эта привязанность? Или, может быть, он не будет вообще привязанность? Сколько вам нужно с ним спать, чтобы привязанность возникла? Это большой вопрос. И, конечно, один из таких вот главных моментов заключается в том, что вы готовы ли вы готовы ли вы на все это? То есть, готовы ли вы ждать? Готовы ли вы, как бы, ну, давать так с собой? Пользоваться и так далее. Вот. Что-то, ну, такой достаточно важный, на мой взгляд, момент. Вот. На который вам имеет смысл обратить свое внимание. Вот. То есть, здесь вам необходимо определиться со своими целями. Да? Как вести себя в данной ситуации, чтобы что. Чтобы что. Дальше. У меня всегда были только серьезные отношения. Что такое серьезные отношения? Я думаю, что одной из ваших проблем является то, что вы слишком взрослые. Вы слишком серьезные. А отношения выстраиваются спонтанностью. Спонтанностью. Отношения выстраиваются внутренними детьми, людей. А не взрослой, к счастью. И уж тем более не родительской. А мне кажется, что ребенком вы себе можете позволить быть только, когда у вас есть ощущение полной защищенности. Ощущение полной защищенности предполагает наличие полного растворения в другом, чем в человеке. Что конечно же нереально, а значит и полностью защищенность быть в вашем случае тоже нереально. А это означает, что себя проявлять вы не можете. Что в свою очередь означает, что естественность вам быть очень сложно. Возможно, вы сюда даже не знаете естественность. Ну то есть вы не знаете, какая вы естественная. Что такое быть естественным. Отсюда и потребность в серьезных отношениях. Чтобы быть защищенным. Дальше. С ним. Когда мы вместе, у меня ощущение, что мы пары. Сыноши обнимают и целуют. Но общения в квартире даже постановки у нас нет. Ну то, что у нас сыноши обнимают и целуют. Как-то слабо вяжутся с тем, что вы пары. Это первое. Второе. Чувство, что вы пары. Появляется у вас. Только у вас. А значит это нужно вам. Чтобы вы были пары. А значит имеет смысл спросить зачем. Все мне говорят, что я себя не ценю. Ага. Нет. Я думаю не все так. Просто. Я думаю вы себя. Цените. Просто. Когда вам чего-то хочется. Ваши желания. В силу того, что обычно вы их подавляете. Берут вверх. Обладевают вами. И вы действуете несколько стран. В целом я думаю, что вы цените себя. Но я влюбился в этого человека и хочу быть с ним. В то же время мне очень дискомфортно писать ему первое. Ну и здесь я поиследовал влюбленность, ее направленность. Для чего вы хотите быть с ним. Значит дискомфортно писать ему первое. Тоже. От чего, в чем здесь сложность. Вот. Изначение, что вы ведомы здесь какими-то стереотипами. Вот. Так. Я унижаюсь, если пишу мужчине первое, а потом деду к нему домой. Как вы думаете, Мария? Что такое унижение? Вот видите, вы расцветаетесь здесь как родители. Я унижаю. Ну, допустим, вы унижаетесь. И что? Кто это определяет? Какая вам разница, если вы уже чего-то хотите? Вопрос в том, то, чего вы хотите, соответствует ли тем действиям, который вы совершаете. На мой взгляд, нет. И не потому, что вы унижаетесь, не потому, что что-то делать нельзя, а потому, что через человека вы пытаетесь получить для себя то, чего вам не хватает. Через человека вы пытаетесь решить свои проблемы, а они не решатся. Возможно ли, что такие отношения могут переносить в серьезные? А зачем вам серьезные? Может ли женщина добиваться мужчины? Ну, добиваться вообще кого-либо, мне кажется, дело очень неблагодарного, потому что таким образом человека превращают просто в некую ценность, в некую, знаете, в некий приз. А что делать после того, как добился? Вот вы добились, вас добились, что дальше? Понимаете, когда кто-то кого-то добивается, мне кажется, это означает, что тот, кто добивается, смотрит снизу вверх на того, кого он добивается, но после того, как он все-таки добьется, тот, кто добился, уже смотрит сверху на того, кого он добился. Получаются такие неравные отношения. Но если вы считаете, что этого достойны, просите себя об этом. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!